Сегодня коп просто сногсшибательный. Такого копа у меня никогда в жизни не было. Даже клады с этим копом не сравнятся. Всем ребят привет! Сегодня у нас очередной выезд. Вот выехали мы сегодня с тем же комрадом, фартовым комрадом, с Михалычем вдвоем. Женька, к сожалению, не поехал. Ну и пожалеет, что он с нами не поехал. В общем, сегодня будем разрабатывать новый фундамент деревни шикарно тем, что это деревня воинов Первой мировой войны. Тем, что находки здесь шикарные. Сами вы видели, все знаете. Так что сегодня будем разрабатывать. Михалыч уже щупом начинает пробивать одно местечко. Не знаю, насколько оно будет перспективное. Но сегодня будет так же, не менее интересно, как и в предыдущие выходы. Вот, на этой вот красной машинке. Вот, так что пожелайте удачи. Земляного деда я задобрил. Думаю, ему угощение мое понравится. Так что не переключаемся. Смотрим. Будет просто шикарно. И заранее ставим пальчик вверху за труды и старания. Итак, ребята, а начну я свой видеосюжет вот с такой вот классной зачетной находки, которую Михалыч вчера поднял. Ездил он вчера один и добивал фундамента, который вы знаете. Выстрелил классно. Там было кольцо. Череп Адамова глава. Потом медаль за Крымскую войну. Ну, в общем, находок там было очень много. И вот на добитие он поднял вот такой вот знак Планка. За отличие в войне с Японией 1904-1905 годов. Японская эскадра под командованием адмирала Того без объявления войны неожиданно и вероломно подкралась к русской крепости Порт-Артур и начала находившейся там русской эскадре серьезные потери. Обстрел начался в 11 часов и 7 минут. Для русских это шок. В Порт-Артуре воцаряется хаос. Корабли перестраиваются, чтобы начать бортовой огонь. Но время, когда можно было нанести существенный урон, безнадежно упущено. Неслыханная удача для адмирала Того. И крепились на фуражку, если я не ошибаюсь. Михалыч спрашивает, а куда ее крепили-то? Крепежей никаких нету, ничего нету. Куда крепили? А я даже не знаю, что ему ответить. Я ему сказал, что на фуражку. Если есть какие-то варианты предположения, куда ее крепили, пишите, пожалуйста. И если я прав, подтвердите мои слова. Так что вот такая вот зачетная находка была в том же шурфе. Там просто бомба-огонь, что находки были. И вот такая вот историческая находочка. Зачетная, приятная. Ладно, отправляемся на поиски шурфа. Итак, ребят, пришел я наперекур. Водички попить. В общем, щуп нам показал, что фундамент там есть. Но, к сожалению, лопата и прибор сказали, что там ничего нету. Всем я говорю, что 30-40 минут копаете, находок нету. Нужно думать уже по дислокации другого поиска места. Ну и вот сейчас будем, наверное, искать новый. Не всегда, не всегда удачно, как вы думаете. Все видеосюжеты классные. Находки везде кругом. Но не всегда, везде они встречаются. Так что не расстраивайтесь, не огорчайтесь. Если у вас на фундаменте ничего нет. Ищите, пробуйте фундаменты. И стопудово вам какой-нибудь выстрелит. И обрадует весьма приятно. Так что ладно, не будем долго сидеть в машине. Водичку и снова на очередные поиски. Итак, ребят, немного зашурфились. Я хожу пока верховые, цепляю. Смотрю, как что. Железа очень много. Но среди железа выпала вот такая вот зачетная. Но, к сожалению, вся поломанная. Ох, хороший был бы бенец. Колокольчик. Так, имеется надпись. Не знаю, что такое. Рощ. Рощин. Рощев. Не знаю. Только нужно почистить, посмотреть. И потом, может быть, возможно догадаться, чей это был колокольчик. Ладно. Печально. Печально. Был очень глубокий сигнал. Очень глубокий. И вытащил вот такую вот латунную вещицу. И это у нас подставка от самовара. Но, к сожалению, только фрагмент. Может быть, и остальное здесь найдёмся. Будем искать остальную часть. Металлолома уже накопали куча. Металлолома здесь. Прямо вообще. Прямо за шквар смотреться. Мога чего. Всякая, всячина. Кругом. Даже лемехи встречались. Засыпка не особо интересная. Сопутки тоже очень мало. У Михалыча здесь выскочила одна монета. Ладно. Покопаем. Что-то не фортит нам сегодня. Вообще получается какой-то тухленький выход у нас. Итак, ребят, наконец-то стоящая находка, которую можно вам показать. Были советики, нечитаемые. А сейчас вот вышел вот такой бодренький мужской нательный крестик. 18-19 век. На обратной стороне имеется надпись. Надпись, надпись. К сожалению, зачитать не могу, надпись. Но это молитва. Честному кресту. Вот такой вот крестик. Ладно. Идем дальше. Тяжелый. Итак, ребята, у меня находка. Вот. Нахожусь в такой вот небольшой ямке. Выпал крестик. И сейчас монета. Монета приятная. Вышла. Вот она, крупная. Печально. Печально. Затерта. Но радует то, что не нужно даже тереть. И видно год. 1874. Это у нас пятачок. Весь затертый. Весь. Абсолютно весь. Весь покрылся блесенью. Ладно. Большая, крупная монета. Медная. И это уже приятно. Разрабатываем сейчас. Вдвоем будем. Этот шурф. Посмотрим. Может, что интересненькое будет. Итак, ребята, находка. Но не могу ее датировать. Не могу ничего сказать. Так. Вот смотрите. Это монета. Но, к сожалению, сказать чья какой период не могу. Очень звонко звенит. Может, Лиза или Катя. Не знаю. Ничего сказать не могу. Но это монета. Это не донышко, не от батарейки. Не заклепка. Это монета. Ладно. Продолжаем. Итак, ребята. Яма у меня немножко расширяется. С последнего момента вдвое увеличилась. Рядом Михалыч забурился. Идет навстречу ко мне. А я, наоборот, вот в эту сторону. На отсыпке был сигнал. Вот он. Смотрите, какой красивый большой крест. Я бы сказал, даже большой. Такие кресты встречаются, но они тонкие и хрупкие. И хрупкие. А это достаточно крепенькие еще. Ладно, надеюсь, почиститься и будет достойное место занимать в коллекции. Вот такого большого формата этого креста у меня нету. Единственный экземпляр. Ладно. Пойдет. Пойдет. Итак, ребят, вернулись мы на фундамент, который был шикарный. Просто шикарный. Здесь были две монеты. Копейка 25-го. Медаль за крымскую. В общем, и серебряный череп. И, в общем, все-все-все. Был шикарный. Мы вернулись и доковырять здесь вот печка оставалась. Под печкой. И Михалыч вот забурился сюда. Знаете, поднял он вот такую табуду. Ну, как-то, знаете, ничего особенного. Вот. Ну, и, короче, нашел он сигнальчик. Сигнал изменял в принципе нормально. Он немножко слеповат. Говорит, двушка. Медь. А я издалека вот там стою и говорю, ну, какая двушка. Нифига. Ну, и взял я в ручке монетку. В ручке монету и потек. Зренье-то у меня в принципе нормально. Вот. И да, это медь. Я не спорю. И по размеру это у нас копейка. Копейка. И я когда потер, смотрите, какой год. Та-дам! 1925 год. Я просто охренел. А Михалыч вообще в шоке был. С этого фундамента три монеты копеечка 25-го года. И вот очередная бомбочка сегодняшнего дня. У него сегодня вообще ни хрена ничего нету. И земляной деда вот подкинул. И я вообще. Он уже не танцует. Для него это в порядке вещей. Копейки 25-го года таскать. Так что придется наверное мне танцевать от белой зависти. Охренеть блин. Я вообще в шоке. Вот такую ямку выкопал. Ничего добротного не было. И единственный сигнал и вот на тебе. бомба. Я вообще удивлен. Потрясен и охерел просто у меня просто слов нет. Одни слюни одни эмоции. Ну ладно ладно. Представляете этот фундамент они вчера еще добивали били били. именно отсюда нашли ленту за японскую которую я вам вначале показывал именно на том месте где я сейчас сижу. вот и пришли просто так знаете чтобы день добить до конца и вот здесь вот как раз твою мать а ой 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 вот такая вот зачетная нумизматы слюной исходите эта монета для вас будет дороговато 8000 8000 по сохрану не знаю как получится но еще можно посмотреть разновидность куда показывает серп куда молот в общем эта монета может даже достигать 80 и 100 тысяч рублей у меня знакомый такую монетку продал за 85 с разновидностью серп ниже полиса ладно ребята вот за эту находку уже вот такой вот огромный а у кого есть возможность ставьте сразу два все вот он довольный ну-ка улыбнись что ли ох 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 фартовый пенсионер фартовый ладно другой фартовый с нами сегодня пенсионер не поехал класс ладно мои поздравления Михалыча ребят только заснял копеечку был еще один сигнал Михалыч берет трет смотрит блин пол копейки что ли говорит я уже знаете макушку себе начал чесать а может копеек пол копейки которую он раньше подымал тоже 28 года но выпала медная я сначала был удивился и вот такая вот одна чего-то 1900 по-моему тринадцатый год я могу конечно ошибаться но наверное это все-таки австро-венгрия что-то в этом роде не знаю специалисты есть отпишитесь но вот такой вот знак на пуговице вы были у французов у Наполеона я не знаю здесь ничего не написано вообще ничего не написано но это монета Михалыч меня уже давным-давно обогнал по находкам хоть и находок у него всего-навсего с гульдом маленько зачетно зачетно итак ребят потихонечку я шурф присыпаю срезаю от стенки и знаете очень много горшочков горшочки вот они такие кругом прям лезут лезут и лезут и вот знаете есть вот такой вот вариант горшочка на донышке смотрите какой-то знак может быть это фамильная тарелка знаете как сейчас кружки Алеши Сережи Вали и Тани может это тоже какой-то символ чей-то знак логотип если кто знает может это какая буква кириллица или еще что непонятно есть информация пишите ладно продолжаем итак ребят вот такая находка кто-то подумает может какая-то фиговина кто-то даже скажет что шмурдяк но эта вещица довольно-таки приятна тем что я походу догадываюсь что это такое а вы догадываетесь пишите если я прав в общем я предполагаю что это знаете толочь там различные крупы превращая в муку вот это брали вот так вот и вот так вот превращали из крупы муку я так предполагаю так что пишите в комментарии правильно я рассуждаю или же нет если нет то свой вариант будьте добры классная зачетная находка царь что за царь цариц цариц полей да а это копейка даже не двушка блин вот это вот это да вот это приятно конечно копеечка Александровская не часто попадается между точек вот такая вот монетка я уже как бы шурфик присыпал в принципе добротно сейчас Михалыч тоже заканчивает свой уголок и на этом этот шурф будет закончен это точно да долг мы бомбили шурф этот если кому любопытно в конце я вам покажу все что мы здесь накопали все будет на багажнике какое количество монет какие здесь интересные находки были в конце видео я вам это все продемонстрирую классный был шурф и сегодня мы его закончили ура 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 пятак я успел заснять сигнал как ты как ты пикаешь там ну я вижу что пятак пятак очередной пятак 24 такой вот здесь было очень много пятаков за один коп по-моему там семь штук что ли их выкопали а их было несколько выходов так что пятаков здесь очень много трешки тоже Михаилович за один коп там семь штук выкопал в общем еще далеко ходить копеек 25 года здесь три штуки было а что здесь 24 ничего особенного а я 24 год ну что она 1200 сейчас стоит то есть цены подняли вот так вот вот так вот у нас ребят пенсионер работает как трактор как говорится Михалыч да выбитых фундаментов тоже не бывает как и мест выбитых ребят этот фундамент был битый мы просто пришли сюда как бы его присыпать потому что мы его закончили все вернулись сюда присыпать и заодно печку посмотреть которую мы вообще не трогали ну как трогали но основательно не выбивали в итоге у нас получилось в принципе неплохо по находкам прям вообще вот смотрите зажигалка была у меня выпала зажигалочка лабуда какая-то непонятная не знаю что это такое подскажите если кто знает это цветной вот губная гармошка я так понимаю весело здесь жили на персочек раз монетка выпала сегодня два три четыре пять на выбитом фундаменте пять медиков причем копеечка двадцать пятого огромная монета двадцать четвертого года пятачок еще одна медная в комментарии мне напишите что это за монета может австро венгрии вот и копеечка вот так вот выбитый фундамент ладно наверное будем заканчивать говно коп превратился опять в бомбический коп что ребята на пасашок Михалыч говорит будет пасашок ну-ка охренеть ребята твою мэндивизию вот это бомба вот это блянь муха извините меня оооо ты блин вот это да это что 1864 так что это такое судья вот мы и решили ребята кто здесь жил здесь судья жил вот почему здесь столько много монет он принимал взятки ничего себе вот это Миронов так Миронов Миронов да мы знаем здесь жил судья Миронов офигеть офигеть 9 ноября итак ребята я немного ошибся был просто весь на эмоциях в восторге и медаль была немножко замазана и я сказал что это медаль судья Миронова но к сожалению к моему сожалению и так же камрада это оказался жетон а именно мирового судьи в конце видео я вам все покажу что было поднято в этом шурфе шурф был просто грандиозный находок было масса ценные дорогие монеты да и вообще такой шурф я считаю мой лучший шурф такого никогда у меня еще не было так что дождитесь видео до конца и посмотрите было несколько выходов если не ошибаюсь три или четыре в общем находок было очень очень много 9 ноября 1000 вот это печка блин он ее лопатой немножко саданул но это ничего блин он в позолоте ребята сам медный знак теперь мы знаем что он медный и сам он в позолоте блин вот это да я вообще в шоке блин я вас блин у меня слов нету одни слюни эмоции на пассажок сигнал ребят в прямом эфире я сказал что на пассажок сигнал и мы уезжаем закончив с этим шурфом блин вот это фишер 44 я вообще в шоке офигеть обязательно сейчас протру и вам его продемонстрирую судья миронов ничего себе вот мы теперь и знаем кто здесь жил судья здесь около 300 монет очень много всяких крестиков было медаль за крымскую за отличие в японской войне перстень серебряный адамова голова и вот смотрите танцевать будешь устал устал вот за это ребята нужно танцевать до самой ночи вообще огонь закапывается в яму ребят сполоснул помыл водичкой и смотрите как он заиграл а я уверен на все 200 никто такое не находил отчета что-то 0 3 вверх нога а 20 а 20 ноября 20 ноября судья миронов 1864 вот так вот ахахахахах зачет ну а сейчас давайте я немного вам расскажу об этом знаке мало ли кто о нем чего знает 20 ноября 1864 года это та надпись которая находится на медали соответствует тому что в результате судебной реформы в российской империи были введены новые судебные уставы которые предусматривали единую систему судебных учреждений исходя из формального равенства перед законом всех социальных групп населения знак мирового судей был учрежден Александром вторым 31 декабря 1865 года знак изготавливался из светлой бронзы и золотился мировые судьи имели право рассматривать уголовные и гражданские дела ребята на обратной стороне как бы не видно было но после того как я его сполоснул здесь есть еще одна гравировка цифровая 1872 интересно что это значит здесь 1864 а здесь 1872 кто знает напишите хотя я сомневаюсь если кто-то знает вроде судей не знаю не знаю это поход какая-то награда то что с 64 по 72 может был судьей и это как наградная такая тяжелая вообще огонь ладно пишите в комментарии кто чего знает по таким вещам также пишите те кто заинтересовался такой медалью все идем на домой на обзор и так ребят на этом я буду заканчивать сегодняшний коп сегодня коп просто сногсшибательный такого коп у меня никогда в жизни не было даже клады с этим копом не сравнятся еще раз конечно же хочу поздравить Михалыча с такой находкой просто сногсшибательный он до сих пор знаете просто за сердечко держится это понятно конечно я бы сам наверное уже слег бы и ноги протянул когда увидел бы это когда откопал самое интересное то что я вам показывал в онлайне последний сигнал и мы едем домой и он не поленился добил эту печку и в печке вот такая ерундовина выскочила ну ерундовина очень-очень дорогая дважды выстрелил сегодня этот фундамент копейка 25-го с этой находкой даже и рядом не стоит он про нее даже забыл я вам в карман положил присвоил вот и конечно же вот такая вот награда медаль просто заслуживает не просто ваших просмотров видео до конца но и поставить дважды лайк на телефончике и на компьютере так что ребята такого вы нигде не увидите у кладоискателей у нас честные копы и мы вам показываем именно то что мы находим так что сейчас все коротко на капоте я вам покажу что у нас сегодня произошло говнокоп превратился просто в бомбу очередную бомбу и так ребята давайте с мелочевки начнем сегодня знаете было очень отвратительный коп подняли вот такое количество всего монет и так ребята как я обещал покажу вам в конце видео все находки подняты с этого фундамента выходов было 3 или 4 но объем информации очень большой и я решил сделать все же отдельным выпуском будет расследование кто здесь жил потому что находки если вы следите за моими фундаментами за моими шурфами здесь просто можно голову сломать здесь был военнослужащий с первой мировой войны который служил возможно в полку Анны Федоровны также получил награды за крымскую войну за японскую войну был мировым судьей и также был серебряный персень именно мертвая голова в общем для этого я сделаю отдельный выпуск думаю вы дождетесь его и мы вместе с вами будем рассуждать и думать кто же здесь все-таки жил так что не пропускаем смотрим все мои видео сюжеты у меня слов нету смотрите какая тяжелая толстая просто сногсшибать ну и все до следующего видеоклуба на шурфах на моих шурфах у мертвая